Салют, пипл! С вами Хьюман. Глоточек полезной и вкусной информации. Погнали! Ну что, друзья, сегодня на повестке дня у нас нищенская видеокарточка AMD RX 6400, но прекрасная FSR 2.0. Также немножечко приятных новостей от технологии Intel в виде XS и новый стандарт ATX 3.0. Ну а на закусочку мы с вами поговорим о видеокарточках, которые продаются по RRC в некоторых странах, в частности в Штатах, где можно их и приобрести. Ну и пару слов о том, как у нас производители геймдевы Чернобылайт, игры Чернобылайт, помогают Украине в данные тяжелые времена. Да, гигабайт RX 6400 Eagle на 4 гигабайта GDDR6 будет первой видеокартой с урезанным чипом. На ее борту у нас с вами ожидает кастрированная Navi 24 XL и 768 ядер. Объемы видеопамяти вы уже поняли, 4 гига GDDR6, а тактовая частота 2,5 гигагерца. И что хорошо, данная GPU не требует дополнительного питания, всего лишь 53 ватта каких-то несчастных. А мы с вами ведь помним, что PCI Express дает нам возможность потреблять 75 ватт. Ну а пропускная способность составит 112 гиг в секунду. И кстати, карточка низкопрофильная, так что много места в ПК она не занимает. И при этом обладает двумя видеовыходами, HDMI и DisplayPort, каждого по одному. Ну и если кто вдруг не в курсе, именно данная GPU-шка была разработана с тем мотивом, чтобы использовать только в готовых сборках OEM. То есть отдельно в розницу вы ее не купите. То есть технически это творение рассчитано на то, чтобы играть в Full HD на низких настройках. Но, если мы с вами вспомним, что AMD есть функция FSR, то почему бы и не повысить настройки? Причем FSR 2.0. Так вот, суть всей данной повести о этой видеокарточке в том, что теперь ее можно купить в розницу. Ну, видимо, причина в том, что майнинг пошел на нет по ряду причин. И есть выгода для Nvidia непосредственно для AMD, чтобы продать данную видеокарту обычному человеку. Посмотрим, как будет. Ну а поскольку я уже затронул немножечко FSR, давайте глянем, что нам предоставляет AMD уже по данным данной технологии второй версии. На портале GPUOpen появились новые подробности о работе обновленной технологии масштабирования, то есть AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Компания уже опубликовала первоначальный список, который поддерживается графическими процессорами, а также режимы работы технологии и некоторые другие детали. Да, однозначно требования к технологии FSR 2.0 стали явно выше. И да, по-прежнему технология пока что не поддержит все прям видеокарты, но большую их часть. Ну и например, для целевого разрешения масштабирования в 1080p, то есть Full HD, рекомендуется Nvidia GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590. Кстати, разработчики игр для Xbox также получат доступ к технологии. Ну а пользователям уже доступны 4 уровня качества. Это Ultra Performance, Performance, Balance, то есть балансированный и качество Quality. Но ради примера, при выборе ультра-производительности технология может увеличить размер изображения в 9 раз. То есть с разрешения 640 на 360 спокойно сделать 1080p. Нехило так, да? Что касается временных затрат на интеграцию FSR 2.0 в игровые проекты. Ну и если мы с вами берем игровые проекты, где уже реализованы оппоненты, там, допустим, Nvidia DLSS версии 2.0 и выше, то здесь потребуется дня 3-4. А специальный плагин для движка от Unreal Engine может еще больше сократить данный интервал времени. И к слову о интеграции. Она потребует более 4-х недель, если в игре нет встроенной поддержки раздельных разрешений. Ну то есть для рендеринга и вывода на дисплее. А также если нет возможности отслеживания векторов движения. Если же все это отсутствует, то потребуется около 2-х недель. В зависимости, конечно, от поддержки игрой изглаживания TAA. Окей, про FSR мы с вами поговорили. А что у нас там у Intel? Как там пожелать ее XS? Давайте посмотрим. Так, на конференции GDC 2022 Intel поделилась техническими подробностями масштабирования XS. По сравнению с рендерингом 4К, масштабирование из 1080p обеспечит прирост производительности ну более чем в 2 раза. А это круто. А комбинация Full HD и TAA может быть еще немного быстрее. Но у XS выше качество и есть встроенные механизмы устранения артефактов и повышения резкости. Сама же диаграмма показывает значение относительной производительности при работе XS в разных режимах. И их тут всего 5. То есть, да, на один больше, чем у FSR 2.0. В итоге у нас Ultra Performance, Performance, Balance, Quality и Ultra Quality. Сами же замеры производительности они делались в специальном тестовом пакете под названием RANS. В итоге при схеме Ultra Performance для масштабирования из 1080p в 4К, технология обеспечивает до 2,5 раз больше производительность, а в режиме Ultra Quality до 27%. И более того, тестирование выполнялось включенным торсировкой лучей. И да, результаты от Intel указывают на свое собственное преимущество. Ну мол, ускорение выполняется и эффективнее, и производительнее. Да, я понимаю это в общие слова. Но все это за счет архитектурных оптимизаций. И на закусочку. Технология XS будет применима лишь для владельцев карт синих, то есть Intel. Однако и с графическими ускорителями, которые поддерживают инструкцию Shader Model 6.4 и DP4A. Правда, все равно не так эффективно, как если мы сравниваем все же с видеокарточкой Intel Arc. Ну что, Intel наконец-то завершила разработку своего нового стандарта ADX 3.0, и вскоре все это войдет в стандарты для всех блоков питания. То есть, да, его главным новшеством состоялось в том, что это теперь новый стандарт, скажем так, для подключения всех видеокарт, ну и другой периферии от блока питания. То есть сюда входят и видеокарточки, и другие устройства PCI-Express. Причем, я ранее когда-то об этом говорил, но напомню, что мощность, которая может использоваться через один этот коннект, будет до 600 Вт. И почему это важно? ATX ванильную помните еще тогда, где возможность ватажа максимального составляла 150 Вт. Ныне видеокарточки куда более прожорливые, поэтому этого постного меню с питанием нам будет мало. Да, самым быстрым видеокартам нужно несколько разъемов питания, а это увеличивает количество кабелей в корпусе. Но вот новое 12-контактное соединение 12VH Power должно дать больше энергии, чем в целом готовы потратить даже самые мощные видеокарты следующих пары поколений. То есть, да, не только RTX 3090 и RTX 3090 Ti, и даже не только Ada Lois, но и дальше. При этом размер контактов здесь будет уменьшено. Теперь смотрите, технически нам предлагается с вами 16 контактов. 12 плюс 4. 4 дополнительных контакта для передачи данных расположены под 12 основными. Они нужны для регулирования выходного напряжения тока. Постоянного тока, естественно. Ну и ряд инструментов, которые будут регулировать стабильность и безопасность всей этой системы. Ну а сама же Intel считает, что новый вид PCI-Express будет, если не для всех, то для большинства видеокарт. PCI-Express 5.0. В общем, чтобы долго не мучить и не томить вас по данной теме, вся эта движуха должна состояться под конец 2022 года, ну то есть формат ATX 3.0. И, естественно, все они должны будут совместимы со всеми корпусами ATX. Но при этом могут потребоваться некоторые переходнички для некоторых материнских флаг. У нас формат ATX 12VO и, естественно, для ряда компонентов SATA. Ну и не исключено, что как раз-таки новые грядущие видеокарточки RTX 3090 Ti, которые мы уже ждем не знаю сколько, будут как раз-таки оснащены именно данным коннектом. Итак, 23 марта в сети магазинов Micro Center наблюдаются небывалые снижения цены видеокарты. Особенно выделяется тут GeForce RTX 3070 Ti, которая, кстати, впервые в истории стоит всего лишь 699 долларов. А это означает только одно. NVIDIA смогла наладить производство, что и позволило подвести большую партию на местный рынок. И более того, тут есть и 3060 Ti за 570 баксов. Хотя, правда, ради сказать, это дороговато. Ну потому что ее RRC равна 400 долларам. Возможно, лучше будет взглядывать на 3060, который продается за 430 баксов. Хотя и тут переплата. От RRC разница составляет соточку. Но ни одной NVIDIA мы с вами едины. Флагман Radeon RX 6900 XT в микроцентр стоит 1050 долларов. А я напоминаю, что RRC видеокарты составляет всего лишь 1000. А это уже повкуснее. К слову, польские компании и студии были одни из первых, которые поддержали тем или иным способом украинские компании. Или в целом Украину и украинцев. То есть, практически большинство компаний и игровых компаний осудили Гагречу со стороны России на Украину. И покинули игровой рынок РФ. И вот теперь солидарной с ними стала и компания The Farm 51. Польская компания, которая произвела игру Чернобылайт. Дело в том, что эта компания решила создать благотворительную DLC, за которую она не будет получать вообще ни гроша, все пойдет на гуманитарку и так далее, по названию Charity Pack. Ну, это название DLC игры. В этот пак входят следующие цифровые товары. Четыре варианта тематических обои. Обои? Обоев? Два плаката, которые, кстати, вы можете самостоятельно распечатать. И открытка с благодарностью от самих авторов. Но стоимость их дополнения состава всего лишь каких-то 80 гривен. Если быть точнее 79. Все деньги, как я и сказал, будут переведены в благодарительный фонд под названием Чистые Сердца, который распространяет как гуманитарную, так и медицинскую помощь всем вострадавшим украинцам. Сами же разработчики таким образом демонстрируют свою позицию. Говорят, активнее покупать данную DLC тем людям, которые, ну, как никогда, хотят помочь. То есть, одна копеечка тут, другая копеечка там. Уже результат. Ну, а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. Спасибо большое за вашу поддержку на Patreon Boost и Donation Alerts. Я это все вижу, наблюдаю. Таким образом, вы сейчас вдыхаете в жизнь проекта HumanWast, потому что иначе пока никак. Всем, кто помогает, большое вам спасибо. Но с вами, как всегда, был Хьюман и, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok